добрый день можно встретить различные названия этой головоломки full leaf clover heard honeycopter lucky clover dinocube но по механизму вращения и принципа сборки это обычный ready cube который известен уже достаточно давно если вы умеете собирать ready cube то можете закрывать это видео и пробовать собирать clover heard самостоятельно если же вам эта головоломка незнакома то в этом видео я расскажу все особенности сборки на примере clover heard производителем является компания one one есть версия только в черном пластике с цветными наклейками здесь присутствует всего лишь два типа элементов если мы так повернем то заметим что трехцветный элемент это уголок вот эти два сердечка это ребро которое имеет две наклейки будьте осторожны вот эти острые детальки могут поцарапать вам пальцы для скоростной сборки это головоломка мало подходит поэтому здесь я покажу самый простой способ решения сборка полностью интуитивно и не содержит каких-то особых алгоритмов сначала нужно правильно ориентировать четыре уголка с белыми наклейками этот этап очень похож на начало сборки классической пирамидки видим что здесь нет белых наклеек тоже нет здесь есть здесь есть и вот еще два уголка получается что все четыре уголка принадлежат вот этой грани на эту грань мы должны их обратить именно белой наклейкой получается вот такая картина количество вот этих реберных элементов может быть произвольное далее мы опускаем белую грань вниз и собираем ребра первого слоя которые должны находиться вот на этих местах находим сверху вот белосиние ребро поначалу можно путаться и считать что это два отдельных элемента но нет это одно целое ребро белосиние ребро должно находиться между двумя белосиними углами то есть вот на этом месте если мы нашли ребро на верхнем слое напротив своего места то для того чтобы установить его сюда нужно сделать всего лишь три хода это повернуть уголок нижнего слоя так чтобы место где должно стоять это ребро поднялось вот сюда вставить в это место белосиние ребро и вернуть уголок на место интуитивно просто и должно быть понятно если белосиние ребро находится на верхнем слое но не над своим местом то мы вращая верхние уголки переставляем вот так чтобы она стояла там где нужно то есть над своим местом и отсюда делаем те же самые три хода если белосиние ребро находится не на верхнем слое а на среднем то его отсюда также легко переместить на верхний слой и привести к предыдущей ситуации отсюда мы можем уже перемещать в удобную позицию и ставить на свое место если случилось так что белосиние ребро тоже должно стоять здесь не находится ни на верхнем слое не на среднем слое то можно поискать его на нижнем слое но не в своем слоте смотрим вот белосиние ребро стоит на месте бело-зеленого отсюда это ребро можно поднять наверх тоже очень простыми движениями поднимаем ребро отводим его наверх и восстанавливаем ориентацию уголка чтобы уголки нижнего слоя остались ориентированы в одну сторону отсюда уже перемещаем на нужную нам позицию а именно вот сюда и устанавливаем на свое место установим остальные ребра на своей позиции вот сюда нужно белокрасное ребро она находится вот здесь перемещаем на переднюю грань над своим местом и делаем те самые три хода нас высвобождается белоранжевая поищем где у нас белый зеленый чтобы по порядку белый зеленый находится вот здесь вот далеко в один ход поднимаем его наверх переводим на переднюю грань отсюда перемещаем на свое место ставим четвертое ребро на место но он находится в подобной ситуации перемещаем на верхнюю грань и сюда отсюда ставим если случилось такое что нужное ребро находится рядом со своим местом то можно также отвести сюда и получить знакомую ситуацию если располагается слева поступаем точно так же первый слой собран дальше перед сборкой второго слоя нужно правильно ориентировать верхние уголки если мы начинали с белой стороны то сверху должна быть желтая просто желтыми наклейками поворачиваем четыре уголка вверх далее собираем ребра второго слоя рассмотрим все ситуации на примере зелено-красного ребра место где должно находиться зелено-красное ребро расположим перед собой если ребро находится на передней стороне справа спереди то мы с этого места отводим ребро в сторону подводим на эту позицию слот где должно стоять это ребро вставляем туда отведенное ребро и возвращаем передний уголок на место если ситуация аналогичная но ребро находится слепо мы поступаем зеркально отводим ребро в сторонку подворачиваем слот где оно должно находиться вставляем в него ребро и возвращаем передний уголок на место если ребро находится на верхней грани но сзади с правой стороны мы делаем следующим образом сразу подворачиваем слот где должно стоять это ребро вставляем ребро в эту позицию поворачиваем передний уголок но остается нам еще вернуть ориентацию от этого уголка все достаточно интуитивно аналогичная ситуация с левой стороны делаем то же самое но зеркально подворачиваем слот вставляем сюда ребро ставим на место этот уголок и ставим на место вот этот уголок если нужное ребро находится не на верхнем слое а на среднем то поступаем аналогично допустим он находится справа на среднем слое в этом случае мы также поворачиваем слот где должно стоять это ребро вставляем ребро возвращаем этот уголок на место и вот этот следим чтобы ориентация верхних уголков не менялась аналогичным поступаем если ребро находится слева на среднем слое поднимаем слот где должно находиться ребро вставляем возвращаем передний уголок возвращаем левый уголок ну и рассмотрим самую дальнюю позицию где может находиться зелено-красное ребро на верхнем слое его нет справа нет слева тоже нет она находится вот здесь сзади это самая сложная и неприятная ситуация но решается она аналогично предыдущим для начала мы поворачиваем задний уголок и получаем одну из предыдущих ситуаций чтобы отсюда ребро установить вот сюда мы выводим слот на верхнюю грань вставляем ребро возвращаем передний уголок на место правый но нам остается еще вернуть на место задний уголок получается что нужно сделать не четыре хода как обычно а шесть но они все интуитивные и я думаю понятные поставим на место остальные ребра для закрепления к примеру вот здесь должно стоять синий красное она находится вот здесь выводим слот на верхнюю грань вставляем ребро возвращаем уголок на место вот этот тоже следующий здесь должно стоять синий оранжевая она находится вот здесь с этой позиции отводим в сторону подворачиваем сюда слот где должно стоять ребро вставляем ребро и возвращаем уголок на место но и остается зелено-оранжевое ребро она находится вот здесь выводим слот вставляем ребро возвращаем на место возвращаем на место второй слой собран а собралась вся глава ломка но так бывает не всегда на верхнем слое могут встретиться три типа ситуации это когда нужно правильно ориентировать два ребра четыре ребра или все ребра правильно ориентированы если у нас он два неправильно ориентированных ребра данном случае тут это оранжевая и зеленая то есть желтые цвета должны были быть направлены вверх но не направлены в бок значит их ориентация неверно мы находим грань которая полностью собрана в данном случае красная и располагаем ее сзади далее мы делаем четыре движения которые называются в пирамидке как пиф-паф и используем для этого два передних угла начинаем с той стороны где у нас есть неправильный элемент вот здесь право оранжевое ребро неправильно ориентированно здесь слева ориентированно правильно то есть начинать мы будем справа два хода на себя и два хода от себя это движение называется пиф-паф рассмотрим еще раз нас два неправильно ориентирных ребра мы находим боковую грань которая полностью собрана в данном случае опять красная я располагаем вот эту грань сзади полностью собранная грань сзади вот это желто-красное ребро стоит на своем месте остальные три ребра на верхнем слое стоят не на своих местах на этой грани должно быть зеленое ребро, оно оранжевое, на этой синее, оно зеленое, но и здесь должно быть оранжевое, а стоит синее. То есть правильно стоит только одно красное. Располагаем это ребро сзади и делаем пиф-паф с той стороны, где у нас неправильное ребро. В данном случае оно слева. То есть начинаем делать пиф-паф слева. Движение на себя и возвращаем эти движения обратно. Головоломка полностью собирается. В случае, если на верхней грани все ребра неправильно ориентированы. Видим, все вот эти сердечки, они не желтые. Мы делаем сначала любой пиф-паф. Допустим, с правой стороны. И получаем ситуацию, когда всего два ребра ориентированы неправильно. То есть предыдущую. Находим грань, которая полностью собрана. Синяя в данном случае. Располагаем ее сзади. И делаем пиф-паф с той стороны, где есть неправильное ребро. В данном случае оно слева. То есть эта ситуация решается в два пиф-пафа. Ну и третья ситуация, когда все ребра ориентированы правильно и кажется, что головоломка собрана. Но на самом деле на боковых гранях мы видим, что сердечки не совпадают по цвету. А значит, ребра стоят не на своих местах. Поступаем точно так же, как и в предыдущем случае. Делаем пиф-паф. Причем любой. Можно правый, можно левый. И получаем самую первую ситуацию. Находим полностью собранную грань. Располагаем сзади. И делаем пиф-паф с той стороны, где неправильное ребро. Все собрано. Для закрепления рассмотрим пример сборки этой головоломки. Находим четыре уголка с белыми наклейками и поворачиваем их белым цветом на одну грань. Располагаем белую грань вниз и начинаем собирать белые ребра. Ну, а здесь должно стоять белое-зеленое ребро. Давайте его найдем. На верхней грани его нет. На втором слое тоже нет. Но зато мы его можем найти вот здесь в соседнем слоте. Отсюда мы можем вывести его на боковую грань и потом на верхнюю. Прежде чем ставить на место это ребро, сначала восстановим ориентацию белого уголка. теперь белое-зеленое ребро стоит на удобной позиции и отсюда в три хода ставим на свое место. Дальше нам нужно бело-оранжевое. Он находится вот здесь. Отводим на удобную позицию и ставим на свое место. Следующее белосинее. Похожая ситуация. отведем сюда и поставим на свое место. Аналогично белое-красное. Дальше правильно ориентируем желтые уголки. Три стоят уже правильно. Поворачиваем четвертый. Зелено-красное ребро стоит на своем месте. Следующее нам нужно зелено-оранжевое. Находим его вот здесь. отводим в сторону. Подводим слот, где должно стоять. Вставляем ребро и возвращаем уголок на место. Следующее ребро оранжево-синее. Находится в той же ситуации. Отводим в сторону и устанавливаем. Дальше здесь должно быть сине-красное. Находим его справа. Отводим в сторону. Подворачиваем слот. Вставляем ребро. Возвращаем. Второй слой собран. Собираем верхний. Видим, что здесь всего лишь два неправильно ориентированных ребра. А значит, это самый простой случай, который решается в один пиф-паф. Синяя гранина полностью собрана. Располагаем сзади. И видим, что пиф-паф нужно делать с левой стороны. Ну и вот Glover Heard собран. Я специально не стал показывать здесь какие-то продвинутые техники с просчетом элементов, с применением пиф-паф при сборке первого слоя. Эту головонку вряд ли кто-то будет собирать быстро. Вряд ли кто-то будет тренировать. Но если вам это интересно, вы можете по ссылке в описании найти обучающее видео по головоломке ReadyCube. Там все эти моменты рассмотрены. Это абсолютно идентичные головоломки. Только ReadyCube вращается хорошо, а Clover Heard не очень. И он больше коллекционный. Тренируйтесь и все у вас получится. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.